Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброе здоровьица! Сегодня у нас в гостях телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте, Геннадий Петрович! Рада вас видеть! И мы с Танюшей сделаем один из целебнейших завтраков такого удивительного врача, швейцарского врача Бирхера Беннера. Он швейцарец был, да? Да, он был швейцарец. Часто от вас про Беннера слышала. И, кстати, почему я на него так часто ссылаюсь, дело в том, что он оказался современным основоположником целебного питания. Разработал целую систему, более того, внедрил ее в санаторий. И более того, вы знаете, я, когда его читал книжку, эта книжка была с печатью, которая указывала, что она из царской библиотеки. То есть цари интересовались. Наш Николай II интересовался этой книжечкой. А как там питаться? Так, чтобы жить дома и красиво. То есть этот Беннер был явлением такое в медицине, в питании, в культуре. Вот именно, да. Это оказалось так, как он жил на рубеже 19-20 веков. Он, значит, интересовался последними достижениями науки, техники и так далее. И вот он, в частности, для себя установил и потом опроверг многие предположения, которые бытовали. То есть он опровергнул естественную историю ценностей продуктов, основанную на калорийности и содержании белка. Он установил калорийность. Говорят, что в то время бытовало такое мнение, кстати, оно и до сих пор быт, что калорийность, вернее, ценность продукта оценится за счет того, что мы берем какой-то продукт, съедаем, и он дает столько-то белка. Вернее, столько-то калорий. А, ценность пищи, исходя из количества калорий в конкретном блюде. Вот что являлось основным критерием. И второе, и сейчас является, это сколько тут белка полноценного, неполноценного. А, ну то, что пишут белка, столько-то углеводов, столько-то. Вот, 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 вот. На самом деле, на самом деле, он, значит, подошел к этому явлению, к исцелению пищи следующим образом. А сколько здесь энергии, которые аккумулировало растение от солнца? Аккумулировало, то есть взяло. Сколько здесь солнечной энергии? Да, и он назвал пищу, которая, растительная пища, свежая, причем растительная пища, аккумуляторы первого рода. Это растения, значит, ну какие растения, овощи, фрукты, в самом свежем виде. Орехи. Орехи, действительно. Семечки, да? Орехи, молоко, значит, которым кормят, значит, ну, детей, то есть, свежайшее молоко. Вот этого аккумулятора первого рода, оно дает наибольшую пищевую ценность, согласно... Человеку, да? Да. И способствует того, что с помощью этих продуктов человек лучше всего себя чувствует и исцеляется. Аккумуляторы второго рода, это, допустим, те же растения, но вареные. Потенциал солнечной энергии уже у них ниже. Но остался. Конечно, остался, но ниже. Вот эти продукты он уже рекомендовал использовать как... Ну, не так часто, но тем не менее использует. И, наконец-таки, аккумуляторами третьего рода, это являются животные продукты, консервы, солонины и прочее, прочее. То, что прошло термическую обработку и рафинировано. Оно уже представляет наиболее... Наименьшую, вернее, ценность. И он сделал еще очень интересный вывод, который как раз справедлив по сей день. Оказывается, для того, чтобы насытиться пищей, нам необходимо использовать вот эти вот продукты, аккумуляторы первого рода, которые не изменены. Они содержат и энергии больше, и они содержат такие вещества, которые регулируют потребление и насыщение пищи. То есть, другими словами, когда мы едим продукты, аккумуляторы первого типа, у нас рода, наш организм понимает, что он получает и говорит, спасибо, я сыт. А когда мы едим консервы, организм говорит, а я вообще не понимаю, что вы мне даете, и начинаем мы этих консервы вот так лопать, да? Как только пища окажется, сахар, рафинированная, содержит неправильное количество или не то соотношение минеральных веществ, организм не разбирается и переедает. В результате чего, все сейчас человечество идет к тому, что становится полными. Геннадий Петрович, вот то, что вы сейчас рассказали, очень легко можно пропустить, как вроде как что-то, ну, вроде как умное, ну, вроде как ко мне мало имеет отношения. А ведь смысл потрясающий для тех, на кого нападает жор. Ребята, на вас нападает жор, потому что вы едите то, что организму трудно посчитать. Вы ешьте продукты, аккумуляторы первого рода, рода, да? И организм сам, без ваших мыслей, он где-то умнее вас, включится, чтобы сказать спасибо, я наелся. И еще одна особенность, вот так как были обнаружены бактерии, которые вот здесь вот имеются, то считалось, что надо вот все переварить, все обработать, чтобы термическая обработка убирает эти бактерии. Оказывается, вот с убиением этих вот бактерий понижается пищевая ценность. Поэтому постарайтесь больше все есть свежим и сыром. А я вот, смотрите, бактерии начала счищать, потому что я иногда оставляю шкурку, а вот конкретно вот на этой морковке, мне кажется, я бы ее снесла. Давай, и сноси. И, кстати, мы теперь, как я уже обещал, приготовим два блюда, которые Берхер Беннер использовал в своем санатории и лечил огромное количество различных, ну, в смысле, различных заболеваний у различных пациентов. Вот, мы будем использовать с тобой яблоки. Так, их чистить, что? Яблоки, яблоки помыты. Помыты, да. Они у нас все не чистить, потому что под шкурочкой содержится то, что нам надо. И шкурочку удаляем, наш организм перестает реагировать на насыщение. Да, да, да. Шкурки у нас есть очень много, поэтому шкурку мы оставляем. Далее мы, значит, используем у нас... Это проросшая пшеница. Проросшая пшеничка. Мы заранее через мясорубку протерли, и у нас получился фарш. Вот эта проросшая пшеница является основой как одного завтрака, а как другого. Вот зрители могут увидеть, мы специально так разложили. Вот, посмотрите, в обоих завтраках будет проросшая пшеница. Просто мы ее помяли, ну, вот, через мясорубку. И одно блюдо это будут яблоки, мед и лимон. А другое блюдо будет, помимо пшеницы, сгущенка, морковка, чернослив, ну, и тот же самый лимон. Я хочу узнать, что вкуснее. Блюдо с тобой еще будем добавлять миндальных орешков. Вот сюда, миндальные орешки. И относительно миндальных орешков я сразу вам должен сказать, что их надо особым образом приготовить. Поэтому мы с вами, смотрите, берем миндальные орешки. А взяли мы их с рынка, то есть они как бы грязноватые, ваты. Вот отлично. Значит, что мы с вами делаем? Мы должны вот эту шкурку снять. Ну, чтобы ее снять, потому что она нам здесь не нужна. А почему? Ну, она содержит такие вещества, которые защищают вот как раз орешек. И ее защищать очень трудно. Поэтому для того, чтобы ее защищать, мы можем, знаете, что сделать? Просто-напросто ее замочить в кипятке примерно минут на 5. Замачиваем. И минут 5 она настоит. Хорошо. А я давайте тогда буду натирать, я так понимаю, яблоки, чтобы сделать первый вариант завтрака по бэннеру. Возьму вот такую чашку. Натерку крупную. Теречку можно использовать действительно крупную. Вы про шкурку говорили. Я вспомнила, кто-то мне подсказал. Имя забыла, но спасибо тебе, добрый человек. Вот так вот через годы вернулась. В лагере, где-нибудь на природе, ну, как-то вот без зубной щетки, если. Ешьте яблоко, но со шкуркой. И тщательно пережумывая, вы как-то чистите зубы. И очистить зубы. И более того, так как здесь содержатся фитонциды и прочие такие полезные вещества, у нас обезгараживается полностью так. Так, смотрите, подержали 5 минут орешки. Теперь мы это все сливаем. Вот так вот сливаем, 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 сливаем. А, осторожненько. Опа, слили. И что получается? Они начинают чиститься очень хорошо. Смотрите-ка, что я делаю. Раз. Видите? Она как из одежды вылезла. Вот это и надо. Вот она у нас получается. Поэтому мы с вами очищаем миндальные орешки. Легко и просто. А повара Беннера тоже так делали? Я думаю, что так же делали. А где же вы нашли эту книгу с печатью царской библиотеки? Трудно сказать. Попало как-то, да? Я был знаком с Черкасовым Владимиром Георгиевичем. Это писатель. Он в свое время воевал. Мой земляк жил там в шахтах. Потом переехал, естественно, там мы тысячи под Москвой жили. И вот он собрал большую библиотеку. Эту библиотеку собрал, и я ей любезно воспользовался. И вот когда все эти ксерокопии я смотрел, там были как раз вот эти вот печати из царской библиотеки. То есть книга была ксерокопирована. И вот меня сразу удивило. Вот кто читал. Они просто там... Так это у нас, получается, царские завтраки. Да. И, кстати, у Бюркер Беннера в санаториях лечились только очень знатные особы и богатые. Швейцария, да. Понятно. На воды, в горы, к Беннеру. И питание. Кстати, и сейчас там очень много различных санаториев, которые лечат с помощью питания. С помощью питания и других естественных процедур. Я бы в таком санатории пожила бы. Ну, может быть. Мне вообще очень нравятся блюда, которые вы в целебной кулинарии готовите. Только иногда мне вот лень их делать себе. Ну, как лень? Ну, вот сейчас... Не, ну, вот сейчас в разговоре. Как-то хорошо. А вот я вот... Так как мы используем блендер, это все можно было измельчить очень быстро в блендере. Но тогда это превратилось бы, ну, как бы в напиток такой густой. А мне захотелось увидеть прям завтрак-завтрак. Ну, вот завтрак-завтрак. Ну, вот. Да, как пилите, Шурочка, пилите. Ничего, ничего. Дело в том, что как раз когда идет процесс приготовления пищи, человек тратит энергию, аппетит возбуждается, и блюдо, которое мы приготовим с любовью к себе, съедим с большим удовольствием и аппетитом. Вот видите, как я все это быстренько получу. Вот. А так вообще надо без кожурки есть, даже когда вот дома ешь? Желательно без кожурки, потому что все это лежит, где-то там хранится. На поверхности различные грибки, бактерии. И когда мы с вами все это употребляем, естественно, могут быть такие расстройства, вплоть до отравлений. Поэтому желательно не искушать. Обдали кипятком, сняли вот эту вот кожуру и все. Ну что, у нас первый завтрак готов или нет еще? Готов. И мы сейчас будем измельчать. А, давайте. Чтоб у нас измельченные были. Вот. Смотрите, вот у нас все-таки орешков было больше. Для того, чтобы, как бы сказать, их протолкнуть, мы с вами можем, знаете, что сделать? Вот Танюша начала делать морковочку. Ну, морковку там, мы с вами тоже можем перекрутить. И мотор открылся. Класс! Усовершенствовали метод, ну действительно. Царская печать царской печатью, а современные приборы домашней бытовой кухни никто не отменял. Да, и смотри, что у нас получилось. Ты измельчила вручную, я это измельчил с помощью современной техники. У нас здесь уже фаршик, который содержит морковку. И... Тогда чернослив измельчите. Конечно, и чернослив можно измельчить. Он замочен. Или его порезать лучше? Нет, если здесь нету никаких... Косточек? Нет. Нет, нет, косточек нету. Мы все это делаем. Лишний раз мы еще проверим, нет ли здесь косточек. Давайте. И если их нет, у нас получится великолепная паста. А вам кажется, вот такого объема одного яблока для рецептуры достаточно, да? Можно использовать от одного до трех яблок, не более. И потом, смотрите, горсточку миндаля мы с вами использовали. Одну морковочку. Вот, немножечко лимончика, кто любит. Геннадий Петрович, это два рецепта. Первый очень... Только яблоко и мед. А вот это все великолепие. Чернослив, морковь, миндаль и сгущенка. Это уже второй рецепт. Хорошо, да, так она и идет у нас. Хорошо. Опа. Геннадий Петрович, у вас красиво. И, кстати, а почему он использовал вот такие вот компоненты, как морковка? Здесь имеется и грубая клетчатка. В черносливе содержится такая нежная клетчатка. Все это необходимо для того, чтобы было в хорошем пищеварении. И плюс это все еще сочетается у нас с орешками. Так, это ты второй готовишься. И теперь смотрите, что мы сюда добавим. Если в этот мы будем добавлять мед, в этот сгущенное молочко добавляем. А как вот сгущеночка работает с черносливом? Много ее добавлять не надо, так как это вареный продукт. Я думаю, что никаких расстройств не будет возникать. А все будет нормальненько. То есть здесь мы еще как бы добавляем вкус, для того, чтобы еще блюдо это оказалось не только полезным, но и вкусным. Как я и рассказываю на целебной кулинарии, чтобы наши блюда были не просто целебными, но и вкусными. И, оказывается, рецептура давно уже была до нас разработана. Я вот сюда добавлю лимон, чтобы яблочко не окислялось. Хорошо, хорошо, добавляйте лимон. А вам надо лимон? Или уже нет, наверное, с молоком? Я думаю, что здесь... А, ну нам же самое главное, проросшую пшеницу надо положить. Она, между прочим, засыхает, так что тут надо пооперативнее. Кстати, попробуй без проросшей пшенички. Вот у тебя ложечка есть, а потом с проросшей пшеничкой. Ну-ка. Что мы получаем? Вот мы иногда получаем такие продукты, которые трудно найти, даже где пирожные делают. То есть, такие сочетания есть. Ну, это прям вот черносливный десерт шикарный. Слишком много чернослива не надо. Проросшая пшеничка добавит витамины группы В. Все это у нас оживает. И, получается, для детей это, знаете, вот лучше всего. Кишечник будет работать, перистальтика, снабжаться полностью по всем. Мне кажется, в наши дни у детей как раз все нормально с перистальтикой, а вот взрослым... Ну, и тем более взрослым, особенно пожилым людям. Да, и людям в городах с таким ритмом, я имею в виду. Ну что? Так, а вы сколько добавили? Ложку? Ложку, да, больше не надо. Геннадий Петрович, у вас вкуснее! А ты что? Попробуйте. Ну, может, помешайте вы, пожалуйста. Давайте. И давайте еще чуть-чуть. А то как-то что-то, то ли лимона много. Давайте. Попробуй. Вот это завтраки Беннера. Так это можно использовать и в качестве ужина. И для тех, кто хочет сохранить свою фигуру стройной, или наоборот сбросить лишние килограммчики. Захотелось, вот этого покушали, сразу у вас произойдет насыщение, и вы, и вы не будете переедать. Как мы сказали, пища, лишенная энергии и неправильное сочетание минеральных веществ в результате термической обработки, в результате рафинизации, способствует тому, что ее съедается гораздо больше, чем надо. Тоже нормально? Попробуй. Стало. Вот теперь получилось то, что надо. Приложил мастер руку. А? О, вкусненько. Замечательный вкус. Ребята, надо тщательно перемешивать, я поняла свою ошибку. Тщательно перемешиваю, да. Фруктуровая кислота соединяется, и получается очень-очень интересное и послевкусие такое. Геннадий Петрович, когда мы с вами договорились, что вы покажете эти два завтрака бэннера, я, конечно, для себя задалась вопросом, а что вкуснее? А нет, атлета. То есть он есть. Вот это по четным, а это по нечетным. Или наоборот, они очень вкусные. Они оба, во-первых, они сладенькие, вот для сладкоежек. Причем сладость, это правильное. Здесь мед... Нету приторности. Нету приторности. А здесь сладость идет не от сгущенки, тут ее было две чайные ложки, а именно от самого чернослива, который еще вымочился, ну, то есть прям совсем вот вернулся. И менталь какой-то придает свой особый вкус, что трудно сказать, что это там такое, но получается очень-очень... Поразительно. Вкусно. Я думаю, для спортсменов это великолепная смесь будет. Мне даже, знаете, что захотелось? Потому что у нас все-таки кухня к кухне, мне захотелось вот прям даже увидеть столовую. Вот если у нас еще осталась буквально минутка, я хочу это красиво-красиво положить, чтобы вот любой человек, который, допустим, против... Ну, против здорового питания, конечно, мало найдется людей, но вот бывают же люди с привычками старыми, скажут, чего я там черносливом, какой-то тертый там проросший пшеницей, чтобы я... Мы сейчас так вот красиво как-нибудь положим, чтобы он не знал, что это такое. Дело в том, что это влияет на здоровье, на работоспособность нашей сердечно-сосудистой системы, на эндокринную систему, очень хорошо поднимает жизненные силы организма, давая тонус. То есть, где мы действительно возьмем тонус из шоколада или там из сахара, тонус можно только взять из продуктов, которые обладают повышенным содержанием солнечной или живой энергии. Вот она, проросшее зерно. Пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания? Я думаю, что противопоказаний здесь оно не такое уж сладкое, практически нету. А, то есть, противопоказания могут быть связаны только с сладким вкусом? Со сладким вкусом, больным там, с сахарным диабетом, но здесь все настолько сбалансировано, что это можно съедать. Смотрите, сколько клетчатки. О-о-о-о. Угу. Очищается желудочно-кишечный тракт. Угу. Так, может быть сюда какую-нибудь мандарину, ну какую-нибудь дольку мандарина положить? Как хочешь. Как хочешь. Это же женщины, наверное, любят мандаринки и так далее. Но мне хочется, чтобы... Мне что, любят сосиски. Морковку. А, давайте, может быть, кунжутиком вот этого, говорите, оставлять, да? Можно еще, допустим, добавить кунжута. Ну, это уже слишком, это уже будет другое блюдо. Это очень-очень вкусно. И невероятно полезно. Делайте блюдо Бюрхера Беннера и будьте здоровы, смотрите нашу целебную кулинарию. Спасибо, Геннадий Петрович, за вот эти рецепты. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!